Тем временем огнеборцам удалось локализовать крупнейший пожар в Ижимском районе и уточнить масштабы горения. Об этом нашему каналу рассказал министр природы Роман Полшведкин. После того, как дым рассеялся, оказалось огнем охвачено не 630 гектаров, как сообщалось ранее, а 920. Напомним, пламя начало разрастаться в муниципалитете с четверга. Проблемы с тушением возникли из-за труднодоступности местности. Ольга Коняева продолжит. Сейчас в регионе тушат 11 пожаров. 6 локализованы, но продолжаются работы по их полной ликвидации. Напряженная ситуация остается в Книжпогодском районе. Там горит, по предварительным данным, 50 гектаров леса. Работают парашютисты пожарные. Сегодня ночью группировку увеличили до 30 человек. Огонь буйствует в зоне водораздела. Выходы скальных пород не дают окопать пожар. А вот в Ижимском районе стихию удалось остановить только сейчас. Во-первых, на начальной стадии усилился юго-восточный ветер, что гнало пожар в одну сторону. Отрабатывали по восточной кромке. На третьи сутки пожара ветер резко сменился на противоположный. Расстояния большие. Вы представляете, 600 гектар. Что это такое? Даже силы средств на самом пожаре приходилось перебрасывать вертолетами. Кроме того, насаждение на пожаре еловые и долгомощники достаточно плотные. Пожар вырывался в верховой. Это осложняло тушение. Верховые пожары сложные. 145 огнеборцев и малая авиация продолжают работать в Ижимском районе до полной ликвидации огня. Есть надежда, что в ближайшие дни аравийский антициклон, который принес в Коме жару, сменится циклоном с дождями. И ситуация в регионе стабилизируется до третьего класса пожароопасности. Сейчас пока еще под угрозой Крыгородский и Усть-Куломский районы. Там причиной возгорания является человеческий фактор. Кстати, указ об ограничении посещения лесов принятый недавно. Работает. 23 сознательных жителя Коми позвонили в лесопожарный центр и сообщили о своем походе в зеленую зону. Кроме того, в ходе рейдов почти 600 человек покинули пожароопасную территорию. Выделенных в этом году средств на мероприятия по охране лесов, а это 136 миллионов рублей, недостаточно. Финансирования действительно недостаточно. Конечно, республика заявляла на дополнительное финансирование из резервного фонда Рослесхоза 41,5 миллионов. На сегодняшнюю дату, буквально пару дней назад, первый транш в размере 10 миллионов от Рослесхоза пришел. Поэтому мы продолжаем работать. В регионе третий год действует так называемая светофорная схема тушения лесов, при которой учитываются такие факторы, как расстояние до населенных пунктов, объектов экономики, ценность леса, класс его пожарной опасности. В этом году уже было принято решение не тушить два возгорания в Печорском и Ударском районах площадью примерно по 15 гектаров. По оценке специалистов, затраты на их тушение многократно превысили бы принесенный ущерб. Такие очаги затухают, как правило, сами, а все службы этот процесс контролируют. Кстати, на фоне других регионов наши огнеборцы выглядят достойно. 85% пожаров локализуют в первый же день.